Девушки отдыхают 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 вам заниматься. Ну и через какое время мы можем рассчитывать на заметный эффект? Результат мы получим ровно через две недели после ежедневных наших занятий. Вы будете выполнять упражнения для рук, ног, статические упражнения и почувствуете явную силу в руках и ногах. Коль уж существует такой комплекс, интересно, подходит ли он мужчинам или это только для женщин? Нет, мужчинам, конечно же, подходит, а, к сожалению, есть мужчины, которые уже не помнят, когда последний раз тренировались. Когда-то, когда-то в солдатские времена они подтягивались, но если попросить их сейчас что-то сделать, то окажется, что сидеть на диване стало привычнее. Ты знаешь, особенно актуальна эта тема будет для Оксаны из Мариуполя, которая прислала нам письмо. Собственно говоря, поэтому я и попросила тебя показать нам этот комплекс. Давайте я это письмо прочитаю. Здравствуйте, Анита. Очень прошу помочь мне. Несколько недель назад вечером я возвращалась домой из магазина и на меня напал какой-то мужик. Вырвал сумочку и толкнул меня. Я столько страху натерпелась. Теперь вообще боюсь вечером выходить на улицу. Думаю, если бы я знала, что мне в такой ситуации делать и как обороняться, чувствовала себя увереннее. Подскажите, что мне делать? Давайте поддержим Оксану. У меня есть сюрприз. Оксаночка сегодня будет выполнять этот комплекс вместе с нами под руководством супертренера Аниты. И мне кажется, стоит пригласить еще и мужчину, чтобы он, присоединившись к нам, показал, что этот комплекс эффективен буквально для всех. А давай. Да? Согласна. Оксаночка, идите, пожалуйста, к нам. У нее каблуки. Хотя мы ходим в жизни на каблуках. Совершенно верно. Мы должны быть готовы к любым условиям, которые нас ждут на улице. А теперь мужчины. Кто хочет попробовать этот комплекс? Поднимите, пожалуйста, руки. Анита, выбирай. Я бы предпочла этого мужчину в очках. В смысле, для комплекса, да? Ну, в смысле, да. Идите к нам, пожалуйста. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр. Спортом занимаетесь? Нет. А вы похожи на музыканта? Есть такое. Ну, конечно, шрамы украшают мужчин. У вас шрам на лице? Ну, было-то по юности, можно сказать, так. Были такие времена, районы глухие. Угу. Хотелось бы, конечно, боевую дух укрепить и упражнениями, как-то чему-то научиться. Для чего нам бутылочки, Анита? Бутылочки нам сегодня пригодятся как такой утяжеляющий атрибут. Это фактически гантельки. А так как мы будем работать достаточно долго с руками, то нам еще нужно все это дело утяжелить для того, чтобы, опять-таки, стать сильнее. Этот комплекс упражнений можно делать в домашних условиях. Не понадобится ничего, собственно, кроме бутылок. Так что приступим, друзья? Да. Тогда давайте берем бутылочки, каждая по полкилограмма примерно. Сразу мы ставим ноги чуть пошире, сгибаем ноги в коленях, локти прижимаем к себе и как будто бы защищаем наш подбородок. Чуть-чуть туловище наклонить вперед. Мы будем с вами в течение трех минут работать руками. Представьте себе, что если бы впереди было зеркало, то вы бы себе пытались ударить по носу. Ускоряемся и работаем в два раза быстрее. Темп, темп. Правая, левая, правая, левая, правая. Оксана, левая, надо быть сильнее еще. Работаем, работаем. Хорошо, корпус держим на месте. И уже ощущаем, как становится тепло. Да. А так нам работает целая три минуты. Затем придется отдохнуть одну минуту и снова повторить это упражнение еще три минуты. Таких мы сделаем три раунда. То есть всего девять минут мы будем работать над руками. Все остальное время займут другие упражнения. Чувствуете руки, чувствуете плечи? Да. Александр, по-моему, уже танцует. И еще попробуйте бутылочки сжать чуть-чуть сильнее. Почувствуете еще увеличивается нагрузка. Сдавливаем. Хорошо, Оксаночка, держитесь. Нормально? Оксана уже худеть. Начала, кстати, похудеть. Хотелось бы? Конечно. Насколько? Килограмм пять, как минимум. Ну, где-то за недельку я вам могу пообещать два килограммчика, а то и три. Так что две недельки и пять килограмм, в принципе, могут слететь. Ну что? Хорошо, руки почувствовали? Да. Идем дальше. Следующее упражнение – это задний удар. Он подходит к вам сзади, и вы как бы невзначай ударяете ему в коленок. Легнуло. Чуть-чуть. Руки на пояс. И сгибая ногу в колене, выводя стопу на один уровень с коленом, ударяем назад. При этом туловище вытягиваем в ровную линию. От пяточки до макушки ровная линия. Носочек на себя. А в ласточке давно не стояли, да? И возвращаем ногу обратно. Другая нога. Подтягиваем колено к себе и ударяем назад. Причем, представляете себе, как будто бы сзади действительно кто-то есть. Чувствуем, что ударяем. Приготовились и работаем в темпе. Поехали. И правой, сразу левой. Через согнутую правой, левой. Работаем, работаем. Еще. Тоже 9 минут. И чуть-чуть посильнее. Нет, здесь мы в таком режиме будем работать всего одну минуту. Дальше нас ждет еще кое-что. Оксаночка, сильнее вкладываемся, вкладываемся, удар. Еще, еще, жестче, жестче. Хорошо. Выпрямляем колено полностью. И одна минутка подошла к концу. Хорошо. Но нам же еще нужно, чтобы и дыхание не сбилось. Как правильно дышать? Мы делаем выдох и вдох. Выдох и вдох. Каждый раз, когда мы прилагаем усилия, нам выдох помогает движение сделать еще более таким энергоемким, да, как бы вложиться всей душой, так сказать, в него. В этом упражнении у нас укрепляются очень хорошо ягодицы и задняя поверхность бедра. Так что попочка приподнимется. Ну и, в общем, ему там красиво будет сзади. Идем дальше. Прорабатываем мышцы живота и мышцы бедер переднюю часть. Подбородок пытаемся закрыть. Оксаночка, давно вы не закрывали подбородок. Зато Александр вот все время с закрытым. И работаем. Поднимаем ногу снова вперед и выводим носочек на себя, ударяем пяточкой вперед. Да. Меняем другая нога и другая. И готовы? Работаем в темпе с правой ноги. И раз повыше нога. Два. Представляем себе, что ударяем вперед его пяткой. Куда вы уже догадаетесь сами. Еще. Тогда пониже. Ну, может он высокий. Еще. Продолжаем. В таком режиме мы тоже работаем в течение одной минуты. Чувствуете, как работает пресс? Вроде да. Ой, сейчас я вам дам, чтобы почувствовали. Еще. Напрягаем пресс и выполняем выдох каждый раз, когда выносим ногу вперед. Отлично. Еще пять. Еще четыре. Три. Оксаночка каблуками очень прекрасно пристукивает. Еще два. И последний раз. Один. Я думала, это Александр бьет чечетку. Нет? Хорошо. Следующее наше упражнение укрепит косые мышцы живота и боковые части наших ног. Поставим ноги чуть пошире. Хорошо. Вернем руки на пояс. Мы будем подшагивать левой ногой к правой. И делать удар в сторону. Оксан, вам повезло. Вы можете целиться. И ударяем в сторону. Оп. И отставляем обратно. Приготовились. И подставили. Раз. И нога в сторону. Два. Подставили обратно. Отставили. И раз. Два. Три. Четыре. Сразу. Раз. Два. Три. Четыре. В этом упражнении сразу у вас улучшится координация и улучшится равновесие. Вы, кстати, делаете вместе с нами? Еще два раза. Хорошо. Еще один. Вторая нога. Вторая нога. Давайте сделаем. Приготовились. И мы подставляем правую ногу к левой. Раз. Два. Можно чуть-чуть отклониться в сторону от ноги, которая бьет. Попробуем. Чуть-чуть наклонились в сторону. Чуть-чуть отклониться вправо. Вправо. Еще. Два раза. Еще один. Есть. Хорошо. Мы молодцы. Наше самое последнее упражнение называется оно «Драконы». Зловейше так, знаете ли. Ставим ноги чуть пошире. Носки немного разворачиваем в стороны. Это упражнение добавит нам стабильности. Слегка сгибаем ноги в коленях. Подтягиваем руки к себе. Вытягиваем вперед. Представляем себя где-нибудь в шаолине. Александр уже вполне представил. Только не сутультесь, пожалуйста, Александр. А теперь животик втяните. Но это не животик. А, это пиджак. Да, это пиджак. В таком положении мы с вами стоим в течение одной минуты. И в это время чувствуем, как нам становится все теплее и теплее, как у нас наливаются таким небольшим жжением ноги. В этот момент мы с вами прекраснейшим образом худеем и развиваем свою, во-первых, стабильность, а во-вторых, свое спокойствие в любых ситуациях. Давайте подержим не одну минуту, а минут 20. Хорошо. Как вам идея? Да? Да. Ладно, ладно. Минута закончилась. Вот так. Как впечатления, Оксаночка? Отличные. Уже не страшно. Серьезно? Уже? Ну, вы понимаете, что этот комплекс нужно выполнять регулярно? Конечно. А вы, Александр? Ну, приятная такая усталость, и вообще-то тонус появляется. То есть, мне кажется, даже не один раз в день можно делать. Ну, я бы просто увеличила время. Пять минуток на одну, пять минут на другую. Когда вы начнете делать этот комплекс упражнений, лучше всего делайте его перед зеркалом, для того, чтобы видеть, насколько хорошо вы выполняете упражнение. А затем можно уже и на улице практиковать. И очень хотелось бы, чтобы этот комплекс понадобился нам просто для того, чтобы приобрести прекрасную физическую форму и немного похудеть. Спасибо огромное. Привет, Ютуб! Теперь мы с вами будем видеться и здесь. Если вам понравилось наше видео, то оставляйте свои комментарии. А для тех, кто мечтает о красивой фигуре, внизу появилась кнопочка «Подписаться». Так что нажимайте ее, и будьте первым, кто получит видео и станет стройнее вместе с нами. Спасибо. Спасибо. Спасибо.